Антон Павлович Чехов Хорошая новость Публицистика В Московском университете с конца прошлого года преподается студентам декламация, то есть искусство говорить красиво и выразительно. Нельзя не порадоваться этому прекрасному нововведению. Мы, русские люди, любим поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном загоне. В земских и дворянских собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно, тускло, уткнув броды, не зная, куда девать руки. Нам говорят слово, а мы в ответ десять, потому что не умеем говорить коротко и не знакомы с той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект нон мултум сет мулта, немного по количеству, но многое по содержанию. У нас много присяжных поверенных, прокуроров, профессоров, проповедников, в которых по существу их профессий должно бы предполагать ораторскую жилку. У нас много учреждений, которые называются говорильнями, потому что в них по обязанностям службы много и долго говорят, но у нас совсем нет людей, умеющих выражать свои мысли ясно, коротко и просто. В обеих столицах насчитывают всего-навсего настоящих ораторов пять-шесть, а о провинциальных златоустах что-то не слыхать. На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и понимать, только приспособившись к ним. На литературных вечерах дозволяется читать даже очень плохо, так как публика давно уже привыкла к этому, и когда читает свои стихи какой-нибудь поэт, то она не слушает, а только смотрит. Ходит анекдот про некоего капитана, который будто бы, когда его товарища опускали в могилу, собирался прочесть длинную речь, но выговорил «Будь здоров!», крякнул и больше ничего не сказал. Нечто подобное рассказывают про почтенного Владимира Васильевича Стасова, который несколько лет назад в клубе художников, желая прочесть лекцию, минут пять изображал из себя молчаливую, смущенную статую, постоял на эстраде, помялся, да с тем и ушел, не сказав ни одного слова. А сколько анекдотов можно было бы рассказать про адвокатов, вызывавших своим косноязычьим смех даже у подсудимого? Про жрецов науки, которые изводили своих слушателей и, в конце концов, возбуждали к науке полнейшее отвращение. Мы, люди бесстрастные, скучные, в наших жилах давно уже запеклась кровь от скуки. Мы не гоняемся за наслаждениями и не ищем их, и нас поэтому нисколько не тревожит, что мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку. Но если не хочется наслаждаться, то, по крайней мере, не мешало бы вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. В обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, ханжество слова или пошлое краснобайство. И в древности и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры. Немыслимо, чтобы проповедник новой религии не был в то же время и увлекательным оратором. Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. Цветами красноречия был усыпан путь ко всякой карьере, и искусство говорить считалось обязательным. Быть может и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что они не умеют говорить. В сущности, ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать. И в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным. В этом отношении почин Московского университета является серьезным шагом вперед. Примечание. Впервые опубликовано в газете «Новое время» 24 января 1893 года без подписи. Чехов придавал большое значение внешней форме устного высказывания. Еще в письме от 18 ноября 1888 года Чехов просил брата Александра Павловича подобрать образцы ораторского искусства, поискать в газетах речи по поводу смерти Гюго. В связи с этим он писал Елене Михайловне Лентваревой 23 ноября того же года. «Я хочу учиться у Ленского читать и говорить. Мне кажется, что из меня, если бы я не был косноязычен, выработался бы неплохой адвокат. Умею коротко говорить о длинных предметах». 8 декабря Чехов сообщал Александру Павловичу Ленскому, что не нашел еще ни единого подходящего из образцов ораторского искусства и советовал ему составить специальную хрестоматию. Статья Чехова вызвала резкие возражения Петербургской газеты. На следующий день, 25 января, в ней была помещена передовица «Красноречие и декламация». Вопрос, выдвинутый Чеховым, был назван в ней совсем оригинальным. Автор передовой статьи соглашался с тем, что выразительное чтение и выразительная речь могут быть предметом самого глубокого и безграничного преклонения. Но утверждал, что декламацию не следует смешивать с красноречием и заявлять, что обучение красноречию является чуть не верхом и торжеством культуры, как это весьма наивно провозгласила вчера одна из здешних газет, жалобно вопиющая о том, что у нас будто бы ни юристы, ни профессора, ни должностные лица не умеют говорить, воображая, дескать, из себя заик и шептунов. Не соглашался он с Чеховым в главном, что красноречию можно научить. «Истинное ораторское искусство, как и всякое вообще искусство, есть прежде всего дар Божий. Никакая декламация не даст демосфенов и цицеронов». Конец цитаты. Отрицая значение, которое придавал Чехов внешней форме устного высказывания мыслей, сотрудник петербургской газеты, приводя в пример Кони, Грановского и других, утверждал, что они «оказывали на слушателей глубокое впечатление не потому только, что умели и умеют красиво говорить, но и потому, прежде всего, что они всегда говорили только то, что думают, в чем сами они были глубоко убеждены, что для них представлялось и представляется правдою и истинною. Истинное красноречие заключается, добавлял он, не в искусственных цветах декламационного искусства, а прежде всего в правде и простоте». Конец цитаты. У автора в Клубе художников, Клуб Общества художников в Петербурге, Мойка-83, председателем общества был академик Алексей Данилович Кившенко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok